Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Настя Болинская снова рыдает, Алексей Кудряшов закрутил роман на Сейшелах с новенькой Златой. Ольга Рапунцель не верит в то, что Илья Яббаров женится на ее сестре. Недавно стало известно о уходе с телепроекта Дом 2 Сергея Сичкаря. Молодой человек долгое время планировал покинуть реалити-шоу, ведь не нашел свое место в нынешнем коллективе. Сергей признался, что Дом 2 изменился до неузнаваемости, однако в лучшую или худшую сторону каждый решает сам. После ухода Сичкаря опубликовал в социальной сети несколько постов на тему проекта. Парень заявил, что слова о симпатии к Елене Хроминой, к которой он якобы ушел, являются неправдой. Сергей пояснил, что другого выхода, чтобы уйти домой, у него не было, поэтому пришлось разыграть такой сценарий. Стоит отметить, что наш герой больше не планирует возвращаться на Дом 2. Сергей с уверенностью сообщал, что это последний его приход на реалити-шоу. Сейчас молодой человек посвятил себя бизнесу в родном городе и собирается открыть базу отдыха, при том, что уже имеет собственный караоке-клуб. Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко ездили в храм и узнали все о предстоящем крещении дочери. Для начала молодым родителям нужно пройти лекции. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Иосиф Аганесян с нетерпением ждет свадьбу Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова. Парень надеется, что именно он поймает подвязку невесты, а Саше Черно – букет. Несколько недель назад стало известно о том, что бывший участник реалити-шоу Глеб Жемчугов попал в реабилитационный центр для наркозависимых. Мужчина перестал скрывать свое пристрастие к запрещенным препаратам и обратился за помощью к специалистам. Пробыв в специализированном учреждении несколько недель, наш герой полностью очистился от пагубных пристрастий. Встретить друга из больницы приехал Тимур Графудинов, который одновременно является и музыкальным продюсером Жемчугова. По словам Глеба, теперь он здоровый человек и постарается не возвращаться к употреблению наркотиков. Более того, наш герой по мере возможности намерен посещать реабилитационный центр, чтобы помогать другим людям начать новую жизнь. Интересная новость с сайта шлок! Александра Шева неприятно удивлена тем, что им с Виктором Шароваровым практически никто не верит. Саша не понимает, почему коллектив не замечает очевидного. Виктор изменился и начал ее ценить, а она его безумно любит и готова воевать со всем миром за свою любовь. Саша Черно оправдалась за свою прическу. Я сразу извиняюсь за то, что выставила это фото, но часто замечаю, что в комментариях пишут о том, что я лысая. Нет, ребята, это не так. Я крашусь в черный цвет несколько лет подряд, а мой натуральный цвет – это светло-русый. Пока что мне не разрешают красить корни, так как в конце перезагрузки мой цвет волос будет кардинально изменен. И прическа тоже. Поэтому приходится ходить пока что так, как будто у меня на голове плеш. Причем так странно, потому что своя густота волос у меня очень сильная. Также вы пишите о несуществующей перхоти – это капсулы нарощенных волос. Просто они прозрачные и иногда виднеются из-под моих коротких волос. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok